Суицид не выход. В течение первого полугодия текущего года в нашем регионе не было зафиксировано ни одного случая суицида среди сотрудников правоохранительных органов, как не было обнаружено и инцидентов употребления наркотиков. Этот результат является свидетельством успешной работы по профилактике и поддержке здоровья полицейских. Этой информацией с нашей съемочной группой поделились спикеры очередного профилактического мероприятия, которое состоялось в областном центре. Подробности в следующем материале. Профилактические мероприятия среди сотрудников полиции по предотвращению суицидов, наркомании и лудомании играют ключевую роль в поддержании психологического и физического здоровья правоохранителей, говорят эксперты ответственных ведомств. В областном центре данные форумы стали регулярными. Как отмечают специалисты, приносят немало плодов. По мнению сотрудников полиции, эффективные мероприятия требуют комплексного подхода, постоянного внимания к здоровью и благополучию работников полиции, что способствует не только улучшению их жизни, но и повышению качества в выполнении ими служебных обязанностей. Психологи работают на отлично, так как сотрудники всегда обращаются к психологам, а также профилактические работы проводятся вовремя. Эффективность достигнутых результатов можно объяснить рядом мер, реализованных в рамках полицейского управления. В частности, важным аспектом является система образовательных мероприятий и тренингов, направленных на повышение осведомленности сотрудников о психологических аспектах и методах предотвращения суицидов. Регулярные обучающие курсы помогают правоохранителям распознать предупреждающие знаки и своевременно реагировать на потенциальные угрозы. В данное время с сотрудниками полиции проводятся беседы, конференции в целях предупреждения наркомании, лудомании, запрещенных там веществ. Все это должно распознаваться, я думаю, самое первое это в семье, когда у человека меняется поведение или настроение. Это первые звоночки и при появлении первых звоночков нужно уже обращаться к специалистам, то есть к психологам. Если же психологи не могут помочь, тогда психотерапевты или же узкие специалисты. Специалисты напоминают, что в любой трудной ситуации есть выход и важно выбрать правильное решение. Каждый человек нуждается в поддержке своей семьи, друзей и государства. Ответственные лица призывают вместе предотвращать возникновение суицидальных наклонностей, а также вредных привычек. Не только среди гражданских лиц, но и сотрудников правоохранительных органов.